Добрый вечер, я Искандер Хисамов и мы продолжаем в прямом эфире следить за политическими событиями в Украине. События этих очень много накладываются одно за другим. Ну, назову буквально там 3-4 самых последних. Мы с правительством, правительство под контролем гражданского общества в лице Майдана. Мы имеем большие проблемы в Крыму, мы имеем живого Януковича, который сказал, что я живой, поэтому я президент. Но это все может быть и забавно, однако это все факторы, которые окажут серьезное влияние на течение дел в стране в ближайшее время. Попробуем осмыслить эти события и поможет в этом нам Виталий Балла, известный политолог, руководитель агентства моделирования ситуации. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер. Единственное уточнение, не политолог. Ну, окей. Как вас тогда назвать? Можно. Политконсультант, политехнолог. Политологи, безусловно, есть в агентстве, они занимаются своей работой, теоретическими изысканиями. В общем, эксперт настоящий. И вам как раз из названия вашего предприятия следует, что вы наш человек сейчас. Потому что сейчас все пытаются предсказать, что будет завтра в этой многообразной ситуации. Как правительство, как власть справится со своими непростыми задачами. Какую ситуацию вы моделируете, исходя из вот этих вводных? Ну, на самом деле, вводные у нас, к сожалению, не всегда как бы отвечающие реальным моментам, которые есть. То есть, зачастую это дымовые, да. То есть, это ложные, я бы это сказал, вводные. Их сознательно вводят. Ну, вот, к слову, идет вводное о том, что предразделение Черноморского флота Российской Федерации блокирует в Бенбеке аэродром. Черноморский флот Российской Федерации говорит, мы не имеем к этому никакого отношения. Вроде бы какие-то БТРы пошли, 10 вертолетов полетело. Мы никакого отношения к этому не имеем. Никаких морских пехотинцев аэропорт не блокирует. Никого из представителей, как бы, да, силовых структур Российской Федерации нет. Говорит, нет, это не НИИ, это Главное управление разведки, да, Минобороны Российской Федерации. Нет, мы к этому никакого отношения не имеем. То есть в этом случае сделать, да, вот, смоделировать реальную ситуацию, когда вот, если это, ну, практически нереально. Ну, хорошо. Учитывая даже тут еще и психологический момент, потому что если в экономике моделирование математическое, оно, в принципе, достаточно широко распространено, то в политике, учитывая вот эти все факторы, оно, на самом деле, очень непросто, да, это мы пытаемся делать, мы это делаем. Но это, по большому счету, на сегодняшний момент, когда очень высок эмоциональный градус, да, вот напряжение, оно, как правило, ну, не всегда может сработать с той вероятностью, как бы, которая нам нужна. Ну, смотрите, ну, вы же изучаете и внешние факторы. Безусловно, безусловно. Там рука Москвы, так сказать, в той или иной степени присутствует в этих событиях. Она не то, что присутствует, она участвует там. Если, ну, я бы не стал сейчас обсуждать это, потому что, если, например, мы постановили, что это вот российские военнослужащие оккупируют там и так далее, то это война. Это уж совершенно другая ситуация. Пока мы не можем этого сказать, мы маем, шумаем, да, это самое. Я могу это сказать, потому что я это, скажем, развитие этой ситуации, как бы, да, я знал еще до того. То есть, когда мы с вами относительно недавно встречались, я помню, я говорил о том, что там будут разные какие-то сценарии делаться. Тогда еще не было, как бы, переломного момента, тогда рассказывали. Ну, я четко услышал, ну, как бы, один посыл, там, на вопрос представителя как раз вот Крыма, да, вот. А если вот что там это, не переживайте, мы вас не оставим. Это был очень высокопоставленный, скажем, человек. Но вот проблема существует, ею пытается заниматься украинская власть, некие запросы идут, какие-то переговоры и так далее. Значит, последнее сообщение я вот прочитал полчаса назад. Верховная Госдума отказывается вести переговоры с Верховной Радой, поскольку не считают это легитимным правительством. Они продолжают считать легитимным живого, так сказать, в Ростове Януковича. Но это фактор. Вот. Значит, но давайте вернемся все-таки к... Модерирование. Давайте вернемся к такому случаю. Значит, есть, безусловно, в таком случае, ну, два варианта, как бы, развитие ситуации. Один плохой, другой не очень плохой. Очень плохой. Не, в данном случае не очень плохой. Не очень плохой, потому что еще не было никаких серьезных столкновений. То есть, пока ситуация напряженная, да, и можно попытаться, как бы, из нее выйти без физического контакта с той и с другой стороны. Каким образом это нужно делать? Безусловно, вот эти все заявления Верховной Рады Украины, которые они принимают, голосуют. Я, кстати, был удивлен, почему только 230 голосов к гарантам. Россия, кстати, она из гарантов территориальной целостности. Это Будапешт, 1995 год. Это разоружение. Я помню, это все еще когда-то при мне начиналось, когда в МИДе вот это все было. И в этом смысле, кроме России, там еще есть другие серьезные, да, как бы, актеры геополитики. Это и Франция, это и Китай, это Англия, это Соединенные Штаты. Вот здесь, на самом деле, теперь мы посмотрим, насколько вот международные обязательства, гарантии, да, они сработают, не сработают. Это один из моментов, когда мы моделируем, да, вот ситуацию. То есть, если они сработают, значит, ситуация будет разворачиваться все-таки в сторону, как бы, переговорного процесса и выхода на какой-то общий знаменатель. Хотя, опять же, какой может быть общий знаменатель Украины с каким-то государством, которое является иностранным государством для граждан Украины. То есть, это тоже, на самом деле, если разобраться, нонсенс. То есть, это как бы, ну, тяжело себе представить. Но как-то вот создали миф, да, вот Крым это, как бы, русская территория. То есть, это миф. Это, на самом деле, миф, потому что все, что мы видим в картинке, мы видим в картинке Севастополь в основном, иногда Симферополь. А вы уйдите в сторону, зайдите в деревню, посмотрите. Есть ли там такая точка зрения, да, которая нам преподносится из этих городов? Опять же, учитывая, ну, скажем так, тенденциозность, да, и я бы это сказал, спекуляция этого вопроса. Это абсолютно очевидно, уже много лет, начиная с Лужкова, с Мешкова начиная, да, вы помните президент Лужкова? Вы знаете, у меня работа неприятная, поэтому вот я скажу вам, а вот, например, можно то же самое сказать, а вы идите в деревню, поддерживают они Майдан, там, и эти общие требования евроинтеграции и так далее. И так, ну, нет, вопрос сейчас не стоит в поддержке Майдана, не Майдана, там, европейский, не европейский. А как раз вот здесь немножко другая ситуация, потому что речь идет о территориальной ценности, о том, что вроде бы, как бы, да, вот есть желание, мы не хотим быть в этой стране, мы давайте мы уйдем к другой стране. Вот в чем речь идет. Хорошо. Нигде на Майдане, ни на Западной Грунеде, так вопрос не ставился, то есть мы должны это понимать, это очень существенно. И, кстати, если там даже захватывались какие-то здания, но не с автоматами, а не с пулеметами. Ну, здесь я слышал такую точку зрения, то есть мнение, что тот же самый Беркут, который разогнен, он там собирается со всеми своими автоматами ужасными и является человеческим материалом для вещей, которые, возможно, дирижируются извне страны. Но я бы хотел, этот вот один из факторов, да, а в принципе сейчас решается судьба экономики странной, скажем, что сейчас нужно срочно получить деньги, да, для того, чтобы первый квартал закрыть. И вот, ну, как бы в контексте вот этих всех противоречий, как правительство сможет эти вопросы решить? Вы моделировали вот эту ситуацию? Ну, безусловно, у нас два главных сейчас вопроса. Первый вопрос, это он до обострения ситуации в Крыму, это обстоял вопрос экономики, экономический кризис, то есть политический... В первую очередь финансовый, сейчас займы срочно. Ну, безусловно, правильно, без финансовая экономика не заработает, нам надо взять откуда-то ресурс и влить его в экономику, для того, чтобы экономика... Это даже не в экономику, а в социалку, просто чтобы и в те же долги, для того, чтобы служить долги, сейчас нужно, как я знаю, в ближайшие месяцы 5 миллиардов долларов, ну а 35 это уже... Ну, давайте так, по поводу там социалка, я бы не хотел на самом деле, чтобы те деньги, которые будут заимствованы, да, чтобы они ушли только в социалку. Мы должны это понимать. Я имею в виду не эту социалку, а бюджетникам. А, бюджетникам, да, да, да. Я имею в виду социальные обязательства государства. Это само собой. Вот, заплатить... Но без запуска экономики, мы так... Другие государства или организации, структуры финансовая не будут финансировать наших бюджетников, наших пенсионеров. Я сегодня с одним специалистом говорил, он представляет довольно пессимистически, это как воронку. Смотрите, что больших кредитов сейчас, да, очень трудно добиться, когда есть нестабильность. И когда есть большие проблемы с, там, и легитимностью, с конфликтом, вот, с тем же крымским вопросом, с позицией России и так далее, и это будет трудно сейчас, вот, в эту ситуацию влить эти займы. Нужна стабильность. А стабильность без займов тоже не может быть обеспечена. Я не совсем соглашаюсь. Он, в принципе, все говорит правильно в ситуации, которая, с моей точки зрения, была до 30 ноября. То есть, на самом деле, опять же, помните, когда я говорил о протестном движении, о феномене, так бы, украинской вот этой новейшей истории. Если бы не было, как бы, действительно, если бы ситуация развивалась, как сказал эксперт, да, поэтому, по тем правилам, которые всегда существовали, сейчас министр иностранных дел Канады, он бы не приехал в Киев, не ходил бы, там бы, не общался бы с простыми людьми, да, то есть, этого бы не было. Это по поводу легиметизации. На самом деле, я не понимаю, честно скажу, Российскую Федерацию, вот эти заявления по поводу, что мы не будем вести, не будем вести, все, с моей точки зрения, абсолютно тут понятно. Есть Верховная Рада, нравится она, как будто не нравится, она была избрана абсолютно нормально. На два дня, как минимум, пропал, да, президент, вообще непонятно, где он был, никто не мог с ним связаться, то есть, она взяла руки, то есть, ответственность из себя взяла все в свои руки, то есть, тут абсолютно все нормально. То, что сейчас не на территории Украины появляется живой президент, как вы сказали в начале программы. Это он сам сказал. Да, это проблема уже этого человека, который считает, что он живой и президент. Вот у него своя логика сегодня, мы все это могли услышать, он говорит, что угрожало, была угроза его жизни. Я в этом, я очень внимательно смотрел, я помню, как все это говорилось, я приблизительно сказал, мы там комментировали, пожалуйста, пусть покажут кадры, еще до того, как вроде бы угрожало, как КамАЗами вывозилось из Межигория, от имущества. Я бы на этом не педалировал, я говорю, это как данность, да, правильно Москва, от Путина поступает, или неправильно, да, это они считают. Я так не считаю. Да, но это проблема у нас по решению крымского вопроса, вот к чему я веду. Да, вот я и говорю, что это вводное, да, мы сейчас можем давать моральную, интеллектуальную. Это нравится, не нравится, но это вводное. Но мы имеем вот то, что имеем. И это ведет как раз к моделированию ситуации, которая будет напряжение возрастать. То есть тогда мы можем выйти на сценарий, это, скажем так, дестабилизации ситуации на Крымском полуострове. Оно может быть, с моей точки зрения, в двух измерениях. Первое, это фантастически, когда ястреби, условно говоря, там в окружении президента, говорят, нет, нам все-таки надо Крым там забирать, ну в лучшем случае там южный берег, то есть он должен быть все-таки у нас, тут база, вот такие вот какие-то моменты, город славы русской. То есть это самый такой наихудший, да, вот сценарий. Ну, Путин очень холодный человек. Другой сценарий, это когда идет дестабилизация, для того, чтобы потом сесть за стол переговоров, и продать стабильность за свои интересы. Я себе скромненько тоже моделирую. Я понимаю действия Москвы, Путина. Это поджимать, да, создавать некие очаги напряженности. Это сделать проблему, а потом сказать, я ее могу решить. Дальше, вывести в плоскость международных переговоров. Торговаться с Обамой, там и так далее. Юридическое крючкотворство, кто сказал чего, какие соглашения к кем подписаны, когда убежал, и до того, кто сказал мяу, там и так далее. Это может быть годами. Это перейдет в какую-нибудь конференцию по Украине, потому что все будут решать. А европейцы и американцы, они не могут из правового поля выпрыгнуть. Вот этот режим должен быть свергнут с точки зрения, скажем, крючкотворной юриспруденции. Это можно спорить об этом очень долго. Чьи интересы защищает Майдан и так далее. Это дискуссия будет. А время уходит на займы и так далее. Украина становится слабее и более податливее. Я думаю, что это будет по-другому развиваться. Будут займы, будут сейчас очень усиленные переговоры по подписанию Европейской Ассоциации. Все к этому на самом деле идет. Одна из причин, почему дестабилизируется ситуация, в том числе, чтобы не было подписания Европейской Ассоциации, мы должны это также понимать. То есть, чтобы создать очаг напряжения, чтобы нельзя было заниматься этими серьезными проблемами. А вы думаете, что до президентских выборов, которые назначены на 25 мая, можно такие вещи производить? Если они не подпишут до президентских выборов, это затянет процесс. Чем быстрее правительство Украины подпишет Ассоциацию, тем пойдет не только легиметизация, хотя там не нужна легиметизация, она практически уже осуществлена международная. Пойдет легиметизация вот этого статуса, который сейчас в Украине. То есть, вы считаете возможность, чтобы Брюссель подписал с этим временным правительством... Это не временное правительство. Ну, оно же само называет себя временным. Ну, это их проблемы. Они даже себя называют... Хорошо, я на это спросил. Назовите мне время, место, где идти коммингадзе, буду делать себе харакири. Какие проблемы? То есть, себя можно назвать как одно. Я считаю, что это неправильно. Никогда нельзя давать такие посылы. Мы временные, мы будем какие-то непопулярные... Ну, Арсений Петрович вообще такой эмоциональный, там, куля в лоб, там, коммингадзе. То есть, я считаю, что это неправильная риторика. Некая жирнота, все-таки премьер, исполняющая обязанности. Он может быть кем угодно. Он будет завтра не премьером, я все равно застанусь директором агентства. Кстати говоря, не считаете ли вы, вот вы сами начали этот разговор, что здесь тоже есть некий риск, когда человек, который управляет государством фактически, да, премьер-министр, исполнительная власть вся у него, у него вот такое катастрофическое сознание? Не, я думаю, что это такой эмоциональный фон, как бы, вот, что мы должны что-то сделать. У нас же как всегда. Надо сначала нарисовать черными красками проблему, сказать, вот сейчас я приду, и сейчас вот все здесь сделаю здесь белое. Это, вроде бы, технологически это правильно. По переднике, да? Да, 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 вроде бы технологически правильно, просто надо некоторые, скажем, дефиниции убрать, да, вот с этого проекта. И оно будет все правильно выглядеть. Они оставили полную разруху. Ну теперь, мы пришли, и нам будет тяжело, но мы начнем это все делать. И с этим я совершенно согласен. Но вот этот последний ужасающий факт, это вот китайцы заявили о том, что их миллиарды украли в Украине зернового кредита, а вернули зерна не на 3 миллиарда, а на 158 миллионов. Я больше что скажу, когда дали 3 миллиарда первые россияне, они тоже там, ты кулиносом, че же вы так, прям зря берете и выводите, и так же делать себе же нельзя. Да, да, потому что это абсолютно воровская, это самоклиптократия, тут уже нечего делать. И я по, так сказать, по душе совершенно приветствую вот эти все решения, которые были до формирования правительства или вот до вот этой смены власти. Сейчас есть вопросы уже к новой власти, потому что она делает, возможно, ошибки и вообще трудные испытания перед ней, а это все на наших отразится. Ну, мне кажется, например, что ошибки я не правительство имею в виду, а власть уже были допущены. В частности, там по русскому языку были вещи, которые сейчас они хотят поправить. Закон о языках срочно... Согласен, нельзя, не надо было поэдолировать. Я обычно, как всегда говорю, любой власти, которая при власти, если они там вращаясь с кем-то светом, если вы хотите что-то отменить, дайте сразу взамен что-то лучшее. Просто взять и отменить или выступить против, это не конструктивная позиция, в первую очередь власти. Это может себе позволить оппозиция. То есть нынешняя власть, она еще с моей точки зрения не отошла вот этой даже не революционной необходимости, а сейчас революционная целесообразность. Вот мы когда-то что-то наговорили, сейчас надо это быстро делать. Только революционная необходимость надо было принимать. Условное прекращение огня, быстро взять власть в руки, потому что непонятно где президент, сформировать там правительство. Вот это революционная необходимость. А вот революционная целесообразность, она нам не нужна с моей точки зрения. А там еще возможно есть такой фактор, как революционная эйфория. Особенно если учесть, что есть вот этот Майдан, который и контролирует, и не упускает случая показать исполнительной власти, депутатам, что они... Вот это как раз помешает этой эйфории. То есть эйфория, с моей точки зрения, наступила бы, когда бы случилось то, что должно было случиться. Когда один высокопоставленных наших руководителей, представляя другого, сказал, Майдан свою функцию выполнил, он должен разойтись. Вот если бы Майдан разошелся, вот у нынешней власти однозначно была бы вот эта революционная эйфория. А вот Майдан стоящий не дает возможности вот этой эйфории, к счастью для нас всех, чтобы не было допущено очень много ошибок, а когда эйфория тогда действительно очень много сделать. Нет, не смысл, не мудрено. В смысле, например, скажем, если бы не было вот такого выраженного мнения Майдана, скажем, я вряд ли бы им в голову пришло в первый же день, там, во второй день сессии заниматься языками. Вот, я думаю, что это как раз транслировало это дело. Я не осуждаю. Нет, нет, это политическая сила, это педалировала свобода. Просто в Кабине свобода. Они педалировали вот этот вопрос. Я так скажу, что я был против этого закона, когда его голосовали, и я прохладно отнесся к такому быстрому голосованию против. За отмену этого закона, тем более он реально не работал. Конечно, и он не финансировался. Есть вещи такие. Я вообще всегда говорю и хочу пожелать нашим политикам, чтобы они очень осторожно относились к трем чувствительным вопросам. Это языковый вопрос, это религиозный вопрос, это вопрос территории. По первым двум вопросам они сразу уже немножко настроили, не немножко, а серьезно. Так, это любая. Это не только эта власть. Предыдущая точно так же этим занималась. Сама-то и проблема. Я, Ирюк, обращаюсь к всем политикам. Это даже заявление нынешних уже оппозиционеров, это ни к чему хорошему не приводит. Еще раз. Мы вот с вами рассматриваем вот эти контексты, но в сердцевине это, конечно, экономическая политика и поднятие экономики из той ситуации, в которой она находится. Потому что если банкротная экономика, если нестабильное общество, нестабильная страна, если государственные структуры уже перестают действовать, то эта страна просто перестает управляться. Ну, это естественное дело. Как вы думаете, правительство способно в ближайшее время подать такие мощные сигналы населению, людям, чтобы они поддержали эту линию на, в частности, непопулярные реформы, о которых сегодня Яценюк упоминал? Это будет только в том случае, если политика правительства будет прозрачной и публичной. Когда будет реальный социальный диалог, да, вот власть, я надеюсь, что он будет. Потому что если будет социальный диалог, то власть не сможет без мнения общества, да, принять какие-то, скажем, действия, какие-то меры, которые, ну, не будут улучшать ситуацию в стране. Это надо понимать. И здесь вот как раз общественные советы, которые, мне кажется, нужны, да, в министерствах профильных. По большому счету у нас, вот когда меня спрашивали о правительстве, я сказал, пусть это выглядит, возможно, некрасиво, но меня сейчас, вот в данный момент, как гражданина, меньше всего интересует, или на втором, там, на третьем плане, там вопросы, там, культуры, да, образования, там, не знаю, там, молодежи, спорта, здраво, все начали сразу задать эти вопросы. У нас есть социальный, у нас есть финансово-экономический блок, там не самые худшие специалисты, к счастью, для нас собрались. И вот меня вот будет интересовать, как он сработает, вот какую он повестку дня нам предложит, как он будет действовать, вот это, на самом деле, самое главное. Ну, вот штука-то вся в том, что он не свободен, ни этот блок, ни правительство в целом не свободны в своих действиях. Она ограничена всеми вот этими вещами, которые мы перечислили. Крым, там, фактор Януковича, фактор международных каких-то этих... Я, честно скажу, я бы не привлечивал факторы Януковича. Я просто говорю, что они существуют, да. Это все, и фактор Майдана тоже, он ограничивает правительство, он может по-хорошему ограничивать, а может и по-плохому. Я думаю, он стимулирует. Например, вот смотрите, например, сейчас, скажем, МВФ выделяет кредит, да, и Украина соглашается на условия этого кредита. По условиям этого кредита, в частности, да, ну вот вдруг придется то, что пытался Тегибко еще делаться, это самое, и Минсоц, упорядочить льготы афганцам. Вот. И эти афганцы, которые, эти мужчины, которые, помните тогда там, как они себя вели, как они вот на это отреагируют? А они составляют костяк, там, ну, офицерство в большой степени, Майдана. Ну, можно и другие ситуации помоделировать с вами. Я вам скажу, может, если мы будем моделировать, все прекрасно понимают, что есть, у нас на самом деле гораздо больше социальных, да, вот всяких моментов, льгот, которые, наверное, ну, неуместны для бюджет, не потянут эти. Но есть люди, с моей точки зрения, да, которые в обязательном порядке должны этими льготами пользоваться. Это реальные участники. Ну, это правильно, эта реформа и была. И эту реформу нужно сделать, конечно. Конечно, это нужно сделать. Адресно и так далее. Абсолютно правильно. Такое количество субсидий, это весь мир, говорят, чудовищно. Чудовищно, 100%. Это для... Никакая Америка даже не выдержит столько субсидий. А бедная страна Украина, у нас льготников там 200 категорий. Ну, давайте будем реалистами. И льготники, и афганцы, и чернобыльцы, и другие там зарабатывались достаточно серьезные деньги. То есть там была целая, скажем, индустрия. То есть когда выделялись, вот и все. И теперь зависит от политической воли нынешней власти. То есть способна она реально, да, как бы бороться вот с этими системами. А все-таки, а смоделируйте. Вот есть несколько сотен активистов Майдана. Это, условно говоря, афганцы. И вот Яценюк говорит, нам, ребята-афганцы, придется вот вас немножко, то самое, проинвентаризовать. Кто из вас реально, кто сколько получает. Может быть, вы и так нормально зарабатываете, и вам... Вот такие вещи, которые пыталось сделать то правительство, надо отдать и ему должное. Я думаю, что это нужно делать. И неудачно. Я думаю, что это нужно делать. Нужно делать, а какая реакция? Я не верю, что это... И, в принципе, не советую делать завтра. Но это нужно делать. Кроме того, а кредит надо завтра? А значит, и условия кредита? Вот сейчас приедет диверсия? Я не уверен, скажем так, мягко говоря, что условием кредита будет, как бы, ликвидация льгот афганцев. Резкое сокращение субсидий. А это все в меню входит. Тогда мы отнимем не у афганцев, а у бабушек с дедушками. Эти бабушки не пойдут на Майдан, но они пойдут голосовать на выборах 25 мая. За эти три месяца можно столько всего наделать, что этот Майдан, как бы, мы видим его, он презентативен. А там вот эти вот люди, которые очень зависят от социальных льгот, их больше половины электората, а они проголосуют тихонечко. Как вы моделируете? Я моделирую люди, которые зависят от социальных льгот, не вышли на протестное движение. Да. Но они придут на избирательные участки. Но это будет проблема власти. Они вынуждены это делать. Нельзя делать политику государства, особенно в финансо-экономической сфере, в угоду проголосуют за тебя, как это у нас всегда было, или не проголосуют. И это будет как раз ответственность политиков нынешних, если они сделают так, когда они думают об интересах страны, а не о своих, проголосуют за него или не проголосуют. Совершенно верно. Мы все знаем, что Черчилль говорил, что политики думают о ближайших выборах, о предстоящих выборах, о государственной линии, о будущих поколениях. Абсолютно верно. Ну, о будущих поколениях все равно у нас политики, к сожалению или к счастью, люди нормальные. Вот смотрите, сейчас вот эти первые три месяца экономическая политика правительства. Прием, скажем, траншев из МВФ, договоры, подписания. А МВФ ни на йоту не отступит от этих вещей. Посмотрим. Я бы не был таким уверен. Я бы не был таким уверен. Посмотрим. Посмотрим. Окей, значит, вы надеетесь, что МВФ свои... Были сигналы, были сигналы уже из МВФ, что не будет такого жесткого требования, как было. Ну, они бы немножко отсрочат повышение коммунальных платежей, но общий секвестр бюджета в смысле расходов, они потребуют и к бабке не ходить. Ну, с моей точки зрения, вот с моей точки зрения, что нужно сейчас делать? Несмотря на вот эти все проблемы, которые возникнут, это надо брать деньги, потому что действительно надо платить людям, которые... Да не буду деваться. Вот абсолютно правильно. Но сразу надо комплекс мер, которые бы дали возможность заходить инвестиции. Сразу надо это делать. Моментально. Это надо параллельно. Возможно, раньше. То есть не надо делать, как это делала любая власть. Они брали деньги, часть они куда-то... В этом смысле вот Шеремета... Да, вот я как раз на него надеюсь. Он очень хорошо сказал, это внушает надежду. Он говорит, мы должны войти в первую десятку по инвестиционным... Налоговый кодекс. Однозначно. Нам надо выводить из тени, из тени надо выводить деньги. То есть это, как говорил... Комплексы. Только комплексы. Умный говорил, если вам нечего дать людям, то дайте им свободу. Сопроцентно. Если вот такая супернабиральная... Вот смотрите. Не платят сейчас налоги. Снизьте. Хоть часть начнут платить. Я помню, когда мы были в свое время, я, по-моему, даже рассказывал здесь, в Грузии с нашими бизнесменами, да, там, депутаты бизнесменов. Заодно миллионеры, да. Когда им рассказали, какие у них налоги, там, всего, налогов 6, туда-сюда. И они посчитали, что выгоднее платить в чистую, а не в конвертах через консервационные центры. И спокойно спать. Сказали, почему у нас такого нет? Чиновники, которые были рядом, сказали, нет, нет, нам такого не надо. Почему у нас такого нет? Потому что чиновникам это не надо. Вот о чем я говорю. Если нынешние чиновники, вот сделают такую систему, Грузия буквально за 2-3 месяца, если я не ошибаюсь, 30% сразу приростового дохода в бюджет, когда они вывели, просто они еще ничего не сделали. Я тоже грузинским впечатлением поделюсь, я тоже был в Грузии, тоже с бизнесменами, мы смотрели на таможню, да, и я сравнил с нашей таможней, просто по человеческому персоналу, да. Там сидят девчонки. Девчонки. Девчонки сидят? А у нас такие мужички умные, полковники сидят, которые во всех хитросплетениях. Ну, чем больше звезд, тем больше надо платить. Правильно. И они сами создают такую сложную ситуацию. Вот это главное. Вот если правительство начнет вот эти комплексные изменения, то есть демонтаж вот этой как бы системы, которая у людей забирает, она требует просто стяжательства, грубо говоря. Кроме того, я думаю, что было бы первым очень мощным сигналом, это если правительство объявит о реконструкции самое себя. Что у нас вот этот отраслевой принцип, что это вот куча всех этих... Да, это остатки Советского Союза. Все, что дышит, все, что шевелится, должно быть под контролем, они приходят. Инспекции там сотня штук душат. Вот, к примеру, зачем комитет по предпринимателям, да, как он там называется, я даже забыл. По предпринимателям, Бродский, который... Но даже вопрос не фамилий. Там раньше были очень много... Да, там Кужель был. Кужель, там, по-моему, еще ШПЭК когда-то... Они иногда пытаются встать на позицию защитников, потом контролеров и так далее. Если есть правила для всех одинаковые, зачем это? Ну вот мы сейчас, к сожалению... Как и другие, кстати. К сожалению, время заканчивается. Хотелось бы закончить это на такой умеренно оптимистической ноте, да, что есть шансы. Украина есть огромные ресурсы. Если считать то, что сейчас существующая ситуация, это дно некто в экономическом плане, в политическом, я надеюсь, будут разрулены эти вопросы. И правительство представит программу, которую люди поймут и будут голосовать в итоге за тех политиков, которые... Именно такую программу честную, правильную, может быть, иногда не сладкую для людей. Но, тем не менее, примеры, вдохновляющие та же самая Грузия в экономическом смысле, у нас есть. Ну вот мы с такой надеждой на то, что временные политические трудности с наведением порядка в стране будут преодолены, и страна задышит хорошо. В экономическом блоке и вообще по составу правительства оно подает некоторые надежды. Будем вот как раз и надеяться. Спасибо, до свидания.